всем привет любителям рыбалки сегодня будут буду готовить бойлы для рыбалки будут называться они интересно gato felice заодно будем испанский язык изучать gato это кошка а felice это счастливая кошка вот так так и назову gato felice свои бойлы почему gato потому что буду кошкин корм это будет у нас как бы самым таким основным ингредиентом моих бойлов будет кошкин корм форм для кошек вот таких для маленьких кошек вот они если найдете вкусом рыбы еще лучше будет потом яйцо возьму соль буду использовать это соль будет и для вкуса и как консервант так что соль буду использовать из расчета 25-30 грамм на килограмм моих бойлов все зависит от того сколько я буду готовить такой буду использовать но принцип такой желатин желатин бесцветный просто желатин она мне дает вязкость в бойлах такую как бы немножко упругость в общем желатин он есть желатин понятно для чего да потом еще буду добавлять туда вот это а сейты de pescado я тут написал в общем это рыбий жир этот рыбий жир у меня пойдет и вот это соевая мука вот буду добавлять но основная основная основной таскать ингредиент это вот это сейчас его перемелю и будет у меня такая кошачья мука и будем делать наш крутой бой который будет таким питательным не так как прошлый сладкая кукуруза с медом все такое а такой питательный питательный кошак который счастливый ну все поехали делать все я вот тут перемолотил получилось вот такая мука кошачья радость взвоз из этой кошачьей радость и будем в основном делать наш бойл ну все приступим так приступим к изготовлению дело в том что перебрался на кухню потому что из-за запаха после эти бойлы имеют такой запах одуренный что честно говоря думаю что они рыбу будут сильно привлекать но в квартире они дают запах вот этой рыбной муки рыбной вот это асейте масло рыбном это вообще значит но все равно рыбаки люди стойкие будем продолжать в конечном итоге получится очень красиво значит берем яйцо у нас есть берем всю эту еду сюда замешиваем высыпаем так это будет основной компонент этого всего дела берем соевой муки в принципе можно размешивать и смотреть чтобы добиться нормально я немножко насыплю потому что знаю что я сейчас его на мало беру соль соль больше у меня идет для того чтобы это был консервант потому буду брать его где-то чайную ложку так как тут много всевозможной еды надо чтобы хорошо он сохранилась так что возьму вот так вот соли здесь грамм 7 может быть на 200 грамм бойлов где-то как бы собираюсь приготовить отсюда будем все и смотреть теперь беру желатин собаки достают буэнос-айресе но это никуда не денешься насыпал желатин а вот краску беру краску буду добавлять только для того чтобы цвет был такой черненький такой ну в общем вот такой вот мне что-то хочется чтобы эти были вот такими сладкие светлые а эти такие темные темные потом уберу краску в принципе могу брать могу не брать но добавлю эту краску так сюда тоже вот сейчас мы ее все размешаем она все смешается и даст хороший цвет и и теперь самая вонючая процедура это добавить этого самого масло рыбного это дает запах не доведи господь так что все включайте вентиляторы и начинаем это все хозяйство размешивать размешиваем все до однородной массы хорошо 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 потом по любому это все у нас нормально не превратится в тесто хорошее такое чтобы оно хорошо слипалось так что я забыл вначале поставить но я расскажу что сюда еще надо будет добавить когда будет уже такое тесто черное мы будем руками вымешивать и после этого после этого надо еще будет добавить несколько ложек обычной обычной муки после того как все это вымешиваем вот сейчас эти краска еще не вымешалась потому она такими как бы берется ну в общем неравномерное скажем так видите но после хорошего замеса все будет даже очень равномерно вот я тут раньше делал видите какой цвет вот этот и будет так что что аромата запаха здесь будет хоть отбавлять так что все добавляем немножко вот для того чтобы склеилось а то она рыхлое вот только для склейки потому много не надо и руками хорошо будем раздавливать добавляем чуть-чуть некий если вдруг надо капельку капельку водички и все и вперед лепить тесто сейчас добавлю покажу как получается вот вмешиваем чуть-чуть там положил сбоку и так подхватываешь капельку этой муки и вмешиваешь значит вот здесь надо хорошо хорошо вымешать тогда получится вот видите какое но я уже предупредил насчет запаха так что ребятки рыбаки старайтесь это делать поджжем подальше иначе вас этим тестом по голове надоется но надеюсь что рыбе такой кошачий корм будет нравится даже очень такой резкий запах рыбы в общем вымешиваем пока не сделается хороший крутой такой ведь прямо овсяное печенье рыбное и так из этого лепим шарики лепим так сказать вот так берем кусочки потому что вряд ли вы сможете его слепить по-другому такие вот и начинаем укатывать запах конечно убийственный наверное никогда такого не слышал еще думаю что он привлечет тут не то что рыб крокодила привлечет так что такое знаете вот вот этого корма запах смешанный с этим рыбим жиром это вообще что-то с чем-то но видом конечно у них тоже я надеюсь аппетитный вот такого стиля с такими крупными фракциями вот этого корма вот сейчас все накатаю буду варить варить буду в этом самом пароварке я вообще предпочитаю их все делать пароварки мне так больше нравится меньше в воду всего уходит и как-то не знаю мне так больше нравится более остаются натуральными чем в воде хотя наверное воде можно тоже их делать спокойно но я не пробовал и принципе пока не собираюсь так как у меня есть пароварка зачем не ловить их друшляком по воде так что вот так вот летным сейчас будем варить тут я думаю запах будет на весь буэнос-айро стоять не то что рыбу привлекать не знаю как бы на балконе сушить придется так я буду готовить в этом пароварке не знаю кто где там готовит можно попробовать готовить их варить как пельмени чтобы всплылили две минуты три минуты но я буду готовить вот так сказать в этом самом пароварке так что долго готовить не буду буду выставлять на пять минут и этого достаточно для моих бойлов вот так пять минут по пару варю их паром и потом сушить сушить так как они с маслом всем всем думаю дней пять надо будет хорошо около недели так что это буду сушить как говорят на свежем воздухе на балконе ну не на прямом солнце а так на проветриваем тенечки ну вот готовим ребятки через пять минут выкладываю на какой-нибудь поддончик газетку туда или что-нибудь бумагу чтобы они не слиплись надо хорошенько их так сказать этого двигать часто особенно первое время пока они еще пытаются все время слипнуться и сушить 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 пока они не высохнуть и не станут настоящими крутыми бойлами пока они у нас не созреют и подрастут к сказать ну все вот какой у нас кошачья радость вот такие вот бойлы очень питательные очень как говорят сочные много протеинов имеют вкусные ну теперь лишь бы они еще карпов понравились но выглядит вот так вот сейчас только высушим несколько дней едной будут они и так прошло четыре дня сушил на балконе но не на прямом солнце так в тенечке бойлы получились вот такие можно и больше посушить но они меня уже кажется что они довольно таки как говорят это крепкие в разрезе у него такие вот кто хочет ближе покажу то есть могут быть немножечко такие хрупкие как бы или ну не не сплошное такое рыхлые с кого рыхлые проколоть можно или просверлить я бывает сверлились и сильно уж заморожены что такое они сейчас попробуем проколоть просто иглой который я деваю их вот если аккуратненько ну вот я проколол ничего не развалилась ничего не треснул надеюсь что все будет хорошо что и кошка будет довольная и рыба будет довольная ну все пробуйте экспериментируйте и вы я еще и не пробовал но ближайшее время попробую и до следующего видео всем удачи в рыбалках